Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас лекция номер 11 на тему технологии облуды гарниров из круп, макаронов и бобовых изделий. План лекции. Фрукты получаем при переработке зерновых культур. Мы все это прекрасно знаем и давайте сейчас посмотрим из каких культур у нас получаются какие фрукты. Итак, из ячменя у нас получается с вами крупа перловая и ячневая, из гречихи крупа гречневая, из овеса крупа овсяная хлопья геркулес, из пшеницы мы получаем с вами крупу пшеничную и манную. Из круп можно приготовить каши, супы, гарниры и салаты. Первичная обработка круп. Прежде чем использовать их по кулинарному назначению, мы должны подготовить наши крупы. В первую очередь их нужно перебрать, просеять, промыть, обжарить, замочить. Каши. Каши по консистенции у нас бывают в разной степени густоты. Просыпчатые каши. Их варят на воде или на бульоне. Готовят их с полированной рисой, ядрисой, пшеной, перловой крупы. Вязкие каши их варят на воде или на молоке из риса перловой, ячневой и пшеничной крупы. И также у нас есть каши жидкие. Их варят на цельном молоке или на смеси молока с водой или просто на воде. Итак, схема приготовления каши. Для того, чтобы приготовить кашу различной консистенции, среднюю густоту или густую жидкую, мы берем крупу, мы ее должны перебрать, тщательно промыть. Затем отвариваем в воде, закладываем в кипящую воду, доводим до кипения. Затем нагрев уменьшаем и варим до готовности. За 7-10 минут до готовности мы добавляем соль и при подаче направляем сливочным маслом. Рассыпчатые каши. Правила приготовления рассыпчатой каши. Перед варкой крупу нужно просеять, перебрать и хорошенько промыть. Рассыпчатой кашей зерна должны быть набуршими, хорошо отделяться друг от друга, не переваренными. Все крупы, кроме гречневой, засыпают в кипящую слегка подсоленную воду и варим на слабом огне до готовности. Затем нагрев уменьшаем и уже варим до готовности. Желательно кастрюлю брать для этой каши с толстым дном, чтобы каша у нас не подгорела. Чтобы подготовить вязкую кашу, мы также должны крупу подготовить. Вязкие каши обычно готовят на воде или молоке, или на смеси молока с водой. Зерна готовой каши вязкой должны быть хорошо проварены. Вязкая каша не должна расплываться. Такие крупы, как пшено, рис, перловка на молоке плохо развариваются. Их необходимо до начала проварить в воде, затем вот сливаем и добавляем горячее молоко. И варим уже до готовности. Добавляем соль, сахар. Вязкие каши подаем с растопленным сливочным маслом, сахаром или с медом. Видите, консистенция вязка, они привязаны друг к другу и обволачиваются в этой жидкой консистенции. Жидкие каши. Правила приготовления жидких каш. Жидкие каши готовят так же, как и вязки, но только с большим количеством жидкости. Значит, здесь берем смесь молока с водой один к одному или просто на воде. А вот варить каши на молоке часто не стоит. Молоко – это белковый продукт, он несовместим с крахмалистой пищей. При кипячении молоко становится еще и неудобо варимым, то есть плохо усваивается организмом. Поэтому при приготовлении жидких каш лучше готовить их на смеси молока и воды или просто на воде. Блюда из вязких каш. Это у нас запеканки, это у нас пудинги, это у нас котлеты и пветочки. Крупень гречневый. Для его приготовления мы готовим рассыпчатую гречневую кашу. Мы ее варим на воде с молоком. Туда добавляем сахар, яйца, часть сметаны, протертый творог. Все перемешиваем. В массу выкладываем на противень, предварительно смазанный жиром, посыпанный сухарями. Поверхность выравнивают, смазывают сметаной и запекают румяной корочкой. То есть вы готовите рассыпчатую гречневую кашу, ее слегка охлаждаете. Туда добавляете сахар, яйца, часть сметаны, протертый творог и все тщательно перемешиваем. И вот эту вот массу мы выкладываем на сковородку или на противень и запекаем. Котлеты и лебедочки манны. В охлажденную до 60 градусов вязкую кашу манну добавляем сахар, сырые яйца и хорошенько перемешиваем. Пока масса теплая, около 50 градусов, разрешиваем ее на порции. Формуем в виде котлет или беточка, панируем в сухарях и обжариваем на сковородке с жиром с обеих сторон до образования поджаристой корочки. Рисовые, перловые, пшеные котлеты можно подавать и со сладким соусом. Тогда сахар в кашу не добавляют. Запеканка рисовая, пшеная, манная. Приготовленную вязкую кашу охлаждают до температуры 60 градусов. Добавляют в нее сырые яйца, сахар. Можно добавить изюм, курагу, ванили. Массу выкладываем на смазанном жиром и посыпанный сухарями противень. Слой массы должен быть около 3-4 сантиметра. Поверхность изделия выравниваем. Сверху смазываем смесью яиц и сметаны и запекаем в жарочном шкафу до образования румяной корочки. Требования качества блюда из каши. Запеканка должна быть слегка подрумяненная. Цвет свойственный крупей, из которой приготовленное блюдо. Вкус и запах характерны для данного вида каши. По внешнему виду котлеты должны быть в кировальной форме с одним заостренным концом. Биточек круглой формы, без трещин на поверхности, равномерно обжарены с обеих сторон. Цвет золотистый. Вкус и запах соответствующий вкусу и запаху той каши, из которого они готовятся. Сроки хранения. Котлеты и биточки из аппетанки реализуются в течение 3 часов после их приготовления. Изделия блюда из бобовых изделий. К бобовым изделиям у нас относятся бобы, фасоль, горох, чечевица и соя. Блюда из фасоли. Они у нас очень полезные. Отличаются повышенным содержанием клетчатки и очень полезные. И вот какое разнообразие можно подготовить. Зерна бобовых плохо развариваются и требуют предварительного замачивания на 5-6 часов в холодной воде. Варят бобовые при закрытой крышке и слабом кипении. За 10-15 минут до окончания варки добавляют соль, затем отвар сливают. Для улучшения вкуса добавляют ароматические корения и овощи. Горох варим час-полтора, фасоль полтора-два часа, чечевицу до часа. В процессе варки при выкипании обливают только горячую воду. Отпускают бобовые с маслом, салом, с жареным луком или направляют томатным или красным или молочными соусами. При подаче бобовых мы их посыпаем зеленью. Из бобовых также можно готовить пюре. Для этого их после варки протирают или пропускают через мясорубку. Отпускают жиром, зеленью или луком. Жареный жиром. Макаронные из зелия. Впервые были изобретены в Италии. С XVIII века Италия стала выпускать макароны с фабричным способом. И стала вывозить их на когда-то в соседние европейские страны. И вот обратите внимание, уже здесь массовое производство. Промышленным способом стали выпускать именно макаронные изделия. Группа макаронных изделий. К ним относятся фигурные, трубчатые, нитеобразные, ленточные. То есть здесь конфигурация очень разная. Обратите внимание. Перед тем, как их использовать, должны произвести первичную обработку макарон. То есть их нужно перебрать. Некоторые виды макарон просеивают. Длинные размалывают на кусочки. Размером на 5 и 15 сантиметров. Макаронные изделия формуются на специальных прессах. Вот обратите внимание. Здесь уже специальное оборудование. Которое делает разнообразные чифигурные макаронные изделия. Здесь просто меняется сама насадка. И от того, какую насадку вы наденете, такая форма у нас и пойдет. Здесь у нас спагетти, букатини, ригатини, кузили, крупные макароны, мелкие макароны. То есть, опять же, все зависит от той насадки, которую посадят на это оборудование. Также при производстве макарон используют пищевые красители для макаронных изделий. Если у нас макароны яичные, то добавляют большое количество яиц. Также добавляют шпинат. Если, например, нужны зеленые макароны, помидоры, светла, фиолетовые макароны, морковь. Это красные макароны. То есть, здесь видно, что все пищевые красители, они у нас растительного происхождения. Сроки варки макарон. Макароны варят около полчаса. Лапша 20-25 минут. Гермишель 10-12 минут. Масса макаронных изделий при этом увеличивается в объеме 2,5-3 раза. Сваренные макаронные изделия откидывают, заправляют маслом и осторожно перемешивают. Макароны подают с маслом, с тертым сыром, брензой, творогом, томатом, овощами. И готовят из них также запеченные блюда. Вот обратите внимание, запеченные блюда у нас это макаронник, лапшевый с творогом и макароны, запеченные сыром. Технологическая схема блюда макаронник. Для того, чтобы мы приготовили это блюдо, нужно отварить макароны в молоке или в смеси молока и воды. Затем мы должны их откинуть. После того, как они у нас сварились, откидываем их на дурцлаг. Слегка охлаждаем и соединяем с яйцами. После того, как мы соединили их с яйцами, выкладывали сахар в процессе протирания яиц. Затем мы эту массу выкладываем на противень. Противень мы должны предварительно смазать жиром, посыпать сухарями. Выкладываем макаронную массу на противень. Выравниваем, смазываем смесью яиц и сметаны. И запекаем. И отпускаем в этой же сковородке, например, порционных, которые не запекались. Если они запекались у нас на противне, то нарезаем на порционные куски. Подаем со сметаной. Макароны, запеченные с сыром. Для этого тоже также мы макароны отвариваем. Заправляем их маргарином. Затем эти макароны выкладываем на порционную сковородку, смазанную жиром, посыпанную сухарями. Сверху посыпаем тертым сыром и запекаем. Отпускаем также со сметаной. Лапшевник с творогом. Лапшу мы также отвариваем. Соединяем с протертым творогом. В процессе, когда протирать творог, мы добавили яйца, соль, сахар. Затем соединяем с творогом, с лапшой. Эту массу мы выкладываем на противень, также смазанную жиром, посыпанной сухарями. Затем поверхность выравниваем, смазываем ее сметаной и запекаем. В жарочном шкафу. Это лапшевник с творогом. Требование качества блюд из макаронных изделий. Внешний вид у запеченных блюд из макаронных изделий, они должны быть хорошо между собой соединены. Поверхность румяная. Цвет золотистый. Вкус и запах свойственны соответствующим макаронным изделиям. Без запаха и запаха сель. Срок хранения блюд из макаронных изделий всего 2 часа. И вот обратите внимание, какие блюда из макаронных изделий можно подготовить. Скидка салата и гарниры. Макаронные изделия должны быть мягкими, но не склеенными. Запеканки, пудинги должны быть мягкими, сочными. Хранение макаронных изделий. Макаронные изделия хранятся у нас в сухом, прохладном месте, куда не проникают солнечные лучи в темном месте, в холчевых мешочках или в емкостях для сыпучих продуктов. И обязательно вдали от продуктов с резким специфическим запахом. Задание. Задание составит технологические схемы, технологические карты, блюда из круп, макаронных и бобовых изделий. Также предоставлены вам список литературы для более глубокого изучения данной темы и для того, чтобы выполнить задание. Всем спасибо за внимание. И до вас.